АРЕНА Специально для проекта АРЕНЫ АРЕНА с Виталием Несибаевым Начинаем? Сегодня пятница, а это значит, что ближайшие 20 минут Единственное в Караганде развлекательное, по-житейски актуальное и драматичное шоу Ведь спорт это... Спорт это же цист Физкульт, привет, меня зовут Виталий Несибаев На календаре декабрь, а это значит, что сегодня мы презентуем первый зимний выпуск Пацаны красавцы Ну раз уж такая песня, то начнем с зимнего и сурового вида спорта В который трусы не играют Сарарка набрала нехилый ход и теперь подпирает группу лидеров Да, пока только на 12-й строчке, но наверху все очень плотно Карагандинцы выиграли 6 игр из последних 7 У парней Паченцева сейчас очень долгая командировка 4 игры из 7 уже сыграно И в воскресенье нас ждет дерби Казахстанское хоккейное дерби Сарарка зарубится с торпеда А торпеда в этом году, я скажу вам, при деньгах Составчик нехилый Ну правда, состав а-ля Сарарка 2014 Дерби это вот... Это хорошо После Восточного Казахстана Сарарка смотается в Красноярск на матч с Соколом А оттуда в Ангарск на игру с Ермаком Может помните, как в прошлом году за Ермак топил Денис Худяков Это экс-вратарь Челмета, а ныне тренер вратарей Бурана Который набросился на Владимира Ковача Еще потом гадости в интернете писал Аккаунт Дениса Худякова Ермак с победой А что сегодня Ковач не танцует? Ох, я так ждал, а он такой мастер между ног пропустил Футбол Футбол сейчас в режиме ожидания и все ждут новый сезон с опаской Все-таки многие клубы теперь затянут пояса И вполне возможно, что те, кто долгие годы привычно был наверху турнирной таблицы Теперь на себе познают, что такое быть середняком, а то и вовсе аутсайдером Кайрат расстался с Вайсом Актобе все ищет своих воспитанников и тренера с актюбинским духом Астана по привычке Астана, ну а шахтер такой и шахтер Как будет, что будет, вот отвечаю, никто не знает А президент ФФК Ирлан Кожегапанов у себя на странице в фейсбуке написал, что начиная с будущего года Бюджет федерации будет открытым и прозрачным И призывал клубы последовать этому примеру Ну, теперь узнаем, кому в Казахстане на бюджетные средства жить хорошо Шахтер сегодня напоминает дисконтный центр Так и видится большая и броская вывеска Забирайте всех Многие игроки по различным слухам уже где-то, уже как-то, но не в Караганде И вот недавно пространовалось, что ведущим форвардом Горняков Роман Амуртазаевым интересуется актюбе Но арена слухов не собирает, поэтому давайте пойдем и спросим у Романа О, как мужик настоящий Самый почетный форвард За русский подарил, кстати, эту форвард Болельщик главный, наш Барселона Нам от Юльки в интернете написали болельщик актюбинский, который держит актюбинскую группу И сказал, есть ли вариант, что вы можете там оказаться Ну, то, что хотели якобы меня взять в эту команду Ну, мы написали так в прикол, типа, ну, чуть-чуть есть такая возможность И он сразу запустил вот эту вот в группу свою информацию, что якобы я туда перехожу Но меня туда никто не зовет, никто меня туда не ждет Но это все просто слухи и ничем эти слухи не подтверждаются Ну, у меня есть, да, два предложения двух клубов Как бы я пока не буду сейчас это оглашать Да, казахстанских клубов Ну, другие меня я не возьму, потому что сезон я плохо провел И это однозначно могу сказать Потому что десятое место, статистика слабая Это уже и Манкулов говорил, как бы, ну, нечего этого скрывать Потому что как есть, так и говорю Ну, а клубы хотя бы с первой, второй, шестерки Да, с первой шестерки клуба Ну, в Шахтере мне бы, конечно, хотелось остаться Это все-таки родной клуб Ну, ждать по шесть, по семь месяцев, когда они платят зарплату Когда семью-то надо кормить Семья не только у меня Семья есть и у Финонченко, и у Тарасова И еще там 20 человек, там, 30 Еще есть футбольный центр, у которых тоже у всех семьи, у всех дети И ждать вот так И когда нас завтраками кормят и говорят, что будут, будут, будут деньги Всем надо семьи кормить Да, слава богу, говорю, что команда, ну, собралась, доиграла концовку Потому что в концовке сезона уже ни у кого не было желания играть Уже тренироваться-то, можно сказать, ни у кого желания не было Ну, слава богу, что ребята, ну, вошли в ситуацию, доиграли сезон И задачу, которая была уже в конце у нас, мы выполнили Остались, самое главное, в премьер-лиге Потому что это был бы позор для всей нашей области Что команда, ну, с такой историей вылетела бы с премьер-лиги Вот это нам клуб подарил Классный подарок Да Плакат Подарил плакат с моим мужем Это футболка, когда Шахтер играл в Лиге Чемпионов В этой футболке мой муж забил гол в Скандербел Ну, из других новостей Шахтера Пока только инстаграмные путешествия игроков Ну, я предлагаю поговорить о тех, у кого в свое время не было инстаграма О тех, кто делал игру в нулевых Зимой мы запускаем мини-рубрику «Жизнь после футбола» И сегодня инсайдером станет лучший бомбардир чемпионата Казахстана 2002-го Чемпион страны 99-го Некогда грозный 13-й номер Шахтера Как вы думаете, о ком я говорю? Мой тренер был игроком Шахтера Лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана 2002-го года Артем, ты же ротарь? Да А ты знаешь, что твой тренер раньше таким, как ты, забивал много голов? Да, знаю А кто твой тренер был? Нападающий Он очень эффективный, у него хороший удар и техника Жизнь после футбола Переход довольно-таки такой тяжеловатый Сразу после того, как бутсы на гость повесили и стали тренером или еще какое-то время? Нет, я еще как бы в полгода был в ожидании Там все тяжело как-то закончить, думал еще поиграю Но потом я пришел к нелегкому такому выбору Потому что ну когда-то надо вовремя закончить Шахтер нулевых, это прежде всего какая команда? Команда была таким середнячком То есть ее как бы все боялись Ну не боялись, но уважали по крайней мере Мы могли забрать хоть у кого очки Дома мы, ну более-менее наш удачный сезон Когда тот же год, когда я стал ломбардиром 2002-й год То есть дома мы удачно играли Ну большинство, если поднять историю Там много игр, где мы по четыре дома забивали Я знаю, что у вас был тринадцатый номер игровой, правильно? Было и тринадцатая квартира Я помню, тогда легенда ходила среди валетчиков Это вы номер под квартиру подбирали И квартиру под номер? Нет, так получилось просто Это совпадение? Да, совпадение В паре вы играли одно какое-то время с Манкуловым тем же С Манкуловым Тлешев, я помню, вот был Само комфортное Понятно, никого обидеть не хочется Но тем не менее, вот прям вы считали себя тандемом Ну более я понимал, как бы я рос и видел, как и Манкулов играл Начинал он То есть мне было с ним комфортно Как бы я знал, что он будет делать То есть он хорошо играл головой На втором этаже Тот же самый Тлешев очень хорошо играл мяч корпусом Мне было приятно с ним играть Вот это, ну, думаю, два таких, как бы Таких значимых для меня игроков Хотелось бы поблагодарить за видеокассету Вот интересно, да, вот ваша карьера Это вот еще ВХС-ные кассеты, да? То есть если бы карьера была ваша сейчас Спокойно можно было вбить интернет Спасибо, Евгений, желаю вам удачи И чемпионов воспитанников Если вы хотите узнать о своем кумире из прошлого То напишите нам и рубрика Жизнь после футбола найдет его Ну а теперь давайте продолжим Тему 13-го номера Недавно в интернете было объявление о поиске работы Но все бы ничего, но работу ищет профессиональный футболист Без вредных привычек Чемпион Казахстана, обладатель кубка Вадим Боровский Ну, Вадим воспитанник карагандинской школы футбола Поэтому эту новость без внимания мы не оставили На самом деле это была очень грамотная пиар-компания моя Продуманная, благодаря которой я и оказался, видите, в вашей передаче Ну а если серьезно, говорить простым языком Это был просто Степ в Инстаграме Я разместил шутливый пост Даже не думал, что он получит такой резонанс Весело Ну, тем не менее, последний сезон вы провели в первой лиге Козеложар, там у Лори С Лори, я не знаю, в Караганде, по-моему, не работали Но, тем не менее, все-таки первая лига и опять расставание Почему, как думаете? Во-первых, не расставание У меня был контракт на 8 месяцев Я, честно, его отработал Мы пожали друг другу руки И двигаемся дальше В футболе, наверное, как и в жизни Ты никогда не знаешь, что у тебя случится завтра Ты можешь предполагать только Но, как в пословице, мы предполагаем А там Господь располагает Поэтому, главное ко всему к этому подходить философски Вот, что касается первой лиги Я, наверное, думаю, что так Она давалась мне для того, чтобы я понял, насколько сильно я люблю футбол Этот этап пройден, все, двигаемся дальше Я как-то по-новому начал смотреть на те вещи, которые раньше для меня были обыденными Сейчас Шахтер, ну, и прошлый сезон активно говорится о том, что будут делать ставку на своих Позовут, придете? Шахтер был для меня, есть и будет клубом, который мне дал дорогу в большой футбол Я всегда с огромной любовью отношусь к этому клубу И с удовольствием рассмотрю предложения Шахтера Кстати, то, что вы работу ищете, мы тоже решили вам помочь Звонили на биржу труда Им нужен сейчас учитель младших классов, школьный психолог Ну, это все, это вам надо переговоры вести А пока мы приготовили тоже свою лепту Объявление предлагаем его расклеить по городу Может быть, кто-нибудь позвонит Здорово, я, конечно, до этого не додумался, наверное, но... Ну, а теперь поговорим о тех, кто может устроить шоу с закрытыми глазами Футбольный фристайл – это одна из самых молодых, динамичных и активно развивающихся спортивных дисциплин А вы знали, что самый крутой фристайлер страны карагандинец – Камбар Мустафин? Правда, он давно живет в Алматы, но всегда на соревнованиях представляет свой родной город Парень – постоянный участник чемпионов Казахстана Чемпион Казахстана, первенств Азии Входит даже в топ-8 континента И вот он нам дал эксклюзивное интервью Финты ногами и головой – излюбленные трюки всех футболистов Но фристайлеры перевели их в отдельную дисциплину То, что показывает Камбар Мустафин сродни фигурному катанию или художественной гимнастике Пластичность и проворность – главное, чем должен обладать фристайлер Никакого отношения к футболу этот вид спорта теперь не имеет Разве что инвентарь одинаковый Это вообще две разные отрасли Они никак даже нигде не пересекаются между собой Единственное, что их объединяет, могу повториться, это ноги и мяч Больше ничего Камбар Мустафин признанный гением мяча не только в нашей стране, но и в Азии Частый гость континентальных чемпионатов недавно вернулся из Индонезии Из простого увлечения для одиночек футбольный фристайл быстро превратился в профессиональное и зрелищное шоу Существуют четыре дисциплины фристайла Футбольный фристайл объединяет Это не только соревнования, это не только победа и поражения Это еще и эмоции, в основном позитивные Демократичность и доступность фристайла дают возможность проявить себя тому, у кого не сложилась карьера футбольного игрока Здесь нет необходимости в богатырском здоровье Среди тех, для кого фристайл стал не просто увлечением, нет деления на профессионалов и любителей Мяч, кеды и терпение Вот слагаемые успеха для всех, кто хочет достичь высот в этом виде спорта или спортивного искусства Ну а теперь я вам покажу самую сильную женщину Караганды Ирина Селиванова выиграла абсолютное первенство чемпионата мира В Португалии установила сразу шесть мировых рекордов Она стала чемпионкой мира по жиму лежа в экипировке По жиму лежа без экипировки И по пауэрлифтингу в экипировке Ирина Селиванова Это была вот многолетняя, двадцатилетняя даже мечта моя Вот именно выиграть чемпионат мира Насчет абсолютного первенства я вообще не ожидала, если честно Я думала, что я буду второй Ну когда я абсолютно выиграла, для меня это была вот самая, конечно, победа Ну а теперь наша постоянная теплая рубрика «Завтрак чемпионам» Сегодня в ресторане «Диссидент» будут те, кому тренер не запрещал думать Представители одного из самых, наверное, интеллектуальных видов борьбы У нас постоянная рубрика «Завтрак чемпионом» Сегодня у нас два гостя, два звездных гостя Ну что я, собственно, говорю Это Дмитренко Сергей Евгеньевич Старший тренер, между прочим, Караганинской области по джидо Ну и персональный, да, можно так сказать, тренер Никита Азарова Это наш второй гость Это, между прочим, призер молодежного чемпионата мира Также чемпион мира по самбо Ну, хотя Никита сам и говорит, что самбо – это его не профильный вид спорта Но, тем не менее, тоже успехов там наделал Ой-ой-ой Здравствуйте И спасибо, что приехали из «Тимиртал» И составили нам компанию «Завтрак» Ну, для начала, конечно же, новость номер один Новость главная для нас, как для болельщиков Для поверхностных болельщиков И для тех, кто вникает в это все Никита стал бронзовым призером чемпионата мира Который проходил в Арабских Эмиратах в городе Абудаби Правильно? Да Никита, в двух словах Чемпионат мира, бронза – это супер Но, тем не менее, почему не золото? Чего не хватило Никите? Бронза – тоже очень приятная награда Но каждый спортсмен У него цель быть чемпионом Желание быть чемпионом Он тренируется для этого Но бронза – это как утешительный приз, можно сказать Соревнований И все равно виден результат Которому ты готовился, к которому ты шел Знаешь, я у многих спрашиваю спортсменов Которые завоевывают медали, но не золотые Ты считаешь соперник, который тебя одолел в полуфинале Это россиянин, да, ты мне рассказал? Ты считаешь его сильнее себя Или просто он где-то был фарта больше в этом поединке В схватке конкретного у него была? Ну, раз он на этом старте меня выиграл То на период этих соревнований он являлся сильнее меня Ты готов взять в него ревант будущего? Конечно, для этого и нужно стрелиться У вас есть и тренер, Никита Я знаю, что, к сожалению, в Абу-Даби вас не было рядом с подопечным Но, тем не менее, перед тем, как он поехал Какие слова вы ему на путьстве сказали по-тренерски, по-мужски? Главное не проиграть, то есть каждая схватка очень важна Если ты не проиграешь первую встречу, ты борешься уже во втором круге Никита Акаса выступает в одной весовой категории с первым номером нашим Максимом Раковым, который, ну, уже среди мужиков там борется Но, тем не менее, есть желание у тебя Понятно, что глупый вопрос где-то, но с тем же Максимом Раковым на ковре встретиться Посмотреть свой уровень Ну, так как мы с одной области, мы и до этого встречались на тренировочных схватках Ну, естественно, тренировочные схватки И я не вижу ничего в этом Идет, да, идет смена поколений Нужно стараться, стремиться к нему Когда есть соперник, который сильнее тебя Ты учишься, ты растешь, смотря на него Так что я даже, может сказать, благодарен, что он есть Я могу за счет него также расти Мы сейчас с вами завтракаем И я смотрю, налегаем тут на сладкое, на пирожное Никита, у тебя неужели какая-то диета спортивная? Я вот наблюдал Иногда и могу позволить Да и заслужил, да, в своей бронзе Что ж, на этом все Напомню, что наш день эфира пятница Лайкайте и репостите этот выпуск Подписывайтесь на наш официальный канал в ютубе Арена ТВ И узнавайте все новости карагандинского спорта первыми Меня зовут Виталий Несибаев Любите спорт так, как его любим мы Пока! Свет Двигай направление спорта свой раз На сегодня новостях Мы вам покажем последние события минувших дней Отбросьте дела и погружайтесь поскорей Интересные факты, победы и поражения Будь в курсе спортивных достижений Сюжеты на любые виды состязаний На арене вместе с Виталием Несибаевым Субтитры создавал DimaTorzok